Добрый вечер, дорогие телезрители! Среда 19.30, обитатели темной студии снова на своем боевом посту. И минувшая наша программа была посвящена безопасности на дорогах, которая неразрывно связана с таким пренеприятнейшим явлением, как пьянство за рулем. И о вопросах, которые касаются всего этого явления, алкоголизма, продажи алкопродукции и прочего, мы бы хотели сегодня поговорить с нашей уважаемой, компетентной и внушающей очень сильное доверие аудитории. Мы начинаем. И наша тема, она время от времени вновь возникает, поскольку одной из болевых точек предпринимателей говорят, что они ущемлены в своих интересах, скажем так, не продавая при этом алкоголь, следуя каким-то ограничительным мерам. Другие инициаторы, скажем так, мер по усилению борьбы с алкоголизмом и пьянством говорят, нет, этого недостаточно. И кто же прав на самом деле? И хорошо, что сегодня нет, скажем так, некого дисбалансирующего явления, когда мы могли уйти в сторону, скажем так, некой идеологии, я имею в виду Каиргали и так далее, который отдалился от наших, скажем так, перипетий. Но тем не менее, буквально дней 10 тому назад, если мне не изменяет память, мой коллега Виталий Абедин, собственноручно, скажем, можно сказать, подписался под двумя утверждениями, в котором, в частности, он утверждал, что проводимая в республике политика по отношению к алкоголю, она не является эффективной. И начнем мы со второй части. Мы извратим, конечно, порядок вещей, которые установил Виталий Валерьевич, и начнем с того, что во второй части он утверждал. Утверждал он то, что растет пьяная преступность, все-таки контрафакт на этом занимает все больше обороты и так далее. Ну, вот такие вещи были. Хорошо. И сегодня у нас состав усилен социологическими, скажем так, исследователями. Юрий, в первую очередь к вам. Вот прав ли, уважаемый Виталий Валерьевич, говоря о том, что растет пьяная преступность при уменьшении, скажем, относительно потребления алкоголя? Ну, по пьяной преступности, скажет, наверное, Елена Карловна. Ну, а если, честно сказать, она действительно растет, и в прошлом году она выросла на 7,6 по статистике, но если сделать анализ, то как таковая пьяная преступность, она не растет. Выросла она за счет того, что в прошлом году, в июле месяце в Уголовный кодекс Российской Федерации была внесена новая статья 264.1, которая назначает ответственность, наказание за езду в пьяном виде, за повторные правонарушения. Если первый раз попадает водитель, он по административному законодательству наказывается, если второй раз, то уже за уголовное. В прошлом году у нас действительно было 487 преступлений этой направленности, и за счет этого у нас и произошел рост. Если мы из общей массы преступлений уберем эти преступления, то мы увидим динамику, что, наоборот, пьяная преступность уменьшается. В этом году еще больше. А административные дела уменьшаются тогда, получается? Первичные? Они идут все равно, потому что первичные все равно административная ответственность за это пронарушение есть. То есть сначала административная идет? А потом уголовная ответственность за повторную нарушение. Один и тот же человек, получается, да? Да. В этом году уже на сегодняшний день 1022 преступления по вот этой статье зафиксированы. И тоже это дает всплеск, на чем вот подобные люди спиклируют. 1022, Юрий Жигусов. Это весомая ли, скажем, составляющая вот всего того вала правонарушений, которое связано с употреблением алкоголя? Ну, если по статистике посмотреть, преступления, они подразделяются на 4 категории. Особо тяжкие, тяжкие, средней тяжести и небольшой тяжести. Сейчас преступность растет за счет преступлений небольшой тяжести. Как раз за повторное вождение в приятном состоянии. То есть не введи, скажем так, законодатели на первичный уровень. Да, вот когда появляется криминализация влияния, да, то это сразу дает рост преступности. Декриминализация дает, наоборот, снижение. Например, по хулиганству, да, раньше по хулиганству была уголовная ответственность. Там очень много было зафиксированных вот этих уголовных преступлений по статье хулиганства. А сейчас они, ну, уменьшились, да, за счет этого. То есть абсолютно спокойно можно подойти и совершить акт хулиганства по отношению к своему коллеге, и можно... Да, вот посмотреть, если... То есть мы выяснили, что не растет, да, фактически. Давайте я покажу. Но она и не снижается, да? Если мы уберем эти преступления, то есть спад преступлений. Ну, Юрий, наверное, давайте, у меня есть вот эти статистические данные. Так, вот четыре категории преступностей, да, которые совершаются, ну, в пьяном состоянии. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 87% совершается в алкогольном опьянении. А с 2010 года, если посмотреть, у нас идет снижение на 35%. Убийство, покушение на убийство у нас идет сокращение на 28%. По конкретным статьям смотрите. Есть грабеж, да? Грабеж у нас уменьшился до 70%. Разбой тоже на 70%. Пьяный грабеж, пьяный разбой. Да, вот если посмотреть по грабежу, в пьяном состоянии совершается 72%. Разбой 69%. Но все равно бы, скажем так, львиная доля вот этих преступлений, вот по этим статьям, они совершаются в том или ином виде, в виде состояния алкогольного опьянения. Можно как раз добавить, у нас убийства, все убийства в основном совершаются в состоянии алкогольного опьянения. 83%. Причинение тяжкого вреда здоровью 87,5%. Грабеж и разбой 70%. Это всегда так бывает? Это всегда. И раньше так было? Это не только по нашему региону, практически по всей России, все тяжкие преступления в основном совершаются людьми в состоянии алкогольного опьянения. То есть преступник не трезвелит? Ну, тут нужно просто сказать о том, что это совершают люди не алкоголики, а обычные люди, которые под действием этилового спирта, у них меняется сознание, они совершают преступление. Поэтому как раз сейчас и основной упор необходимо делать не в том, чтобы лечить алкоголиков, а для того, чтобы уменьшать уровень потребления алкоголя на душу населения. Наркология, по-моему, немножко другие видения. То есть они считают алкоголизм достаточно серьезным явлением, и при этом у них тоже есть данные, которые... У нас тоже представлены данные, которые характеризуют напряженность алкогольной ситуации, да? Да. На эту камеру, да, показывать? Да, вот сюда. Тут у нас представлен анализ с 1985 года, с года введения сухого закона, и как видите, да, резкое снижение с года введения сухого закона, и с 2010 года у нас тоже, когда у нас активизировалась антиалкогольная кампания в республике, идет спад потребления алкоголя, да, на душу населения. На этом графике можно увидеть, мы распределили потребление алкоголя на чистый этанол по этим зонам республики. Это, значит, арктическая, промышленная, сельская и смешанная, да? Больше всего потребляют алкоголь, конечно же, в промышленной зоне, да? Ну и, конечно же, вот низкое потребление алкоголя у нас наблюдается в арктической зоне. Это на душу населения, да? На душу населения. Все эти данные, в принципе, в открытом доступе находятся, да? Пока нет. Мы разместим на сайте госалкогольконтроля, думаю. Газа не будут доступны, да? Здесь у нас представлена заболеваемость алкоголизмом, которая в последние годы тоже снижается. Заболеваемость алкоголизмом – это число лиц, которые впервые заболели алкоголизмом. Но при этом, при всех тех радужных, скажем так, показателях, почему все-таки мы даем повод, почему мы все даем повод некоторым нашим коллегам усомниться в эффективности проводимой политики? Вот апологет стоит, человек, который приписывал себе, можно сказать, проводимую алкогольную политику. Ну, Алексей. Нет, я не приписывал. Я человек, который написал открытое письмо в интернете, после которого вот эти алкогольные… Ну, так совпало или что-то. В общем, мы, видимо, почувствовали, что в обществе это витает. Это был 2010 год, и это был какой-то пик, когда уже общество созрело к тому, что мы поняли, что что-то не то. То, что водку продавали круглосуточно на каждом шагу, на каждой остановке продавали пиво. Вы помните, как все это было? Это все было совсем на наших глазах. И говорить, что от того, что уменьшится количество алкогольных точек, от этого потребление алкоголя не снизится, ну, я считаю, что это совершенно, ну, нелогично. Чем больше торговых точек, тем больше продажи. Чем меньше торговых точек, тем меньше продажи. Это любой там маркетолог или любой продавец это вам скажет. И вот эти цифры наглядно показывают, что так оно и произошло. И мы тогда в этом обращении писали, что если хотя бы мы одну жизнь человеческую спасем благодаря этим мерам, то уже стоит это делать. А сейчас вот эти цифры по убийствам, по тяжкому причинению вреда здоровью говорят о том, что сколько уже за пять лет спасено человеческой жизни благодаря тому, что вот эти меры были введены. Сколько людей остались живы? Совершенно верно. Вот я хочу привести вот цифры тоже, да. Смертность от внешних причин с 2010 по 2015 год снизилась на 25%. Значит. Вот, поэтому там что-то кто-то пишет в статье, это я считаю совершенно безответственно. Почему они так пишут? Что дает им повод говорить в таком тоне, что несмотря на все проводимые меры, у нас картина остается по-прежнему? Я не знаю, это алкогольное лобби какое-то. Может быть окружение такое? Окружение такое? Окружение у них, не знаю, координационный совет по предпринимательству, который... Городской участник, да? Да, который больше всех, скажем так, скорбят по тем временам, когда алкоголь можно было продавать по всем местам. Потому что там больше всего предприниматель, который занимается продажей алкогольной продукции, и скорее всего это связано действительно с тем, что поднимается такая волна противостояния, потому что сокращение торговых точек, естественно, идет. И от этого мы понимаем, что затрагиваются экономические интересы предпринимателей. Но в концепции Владимира Ильича Путина 2009 года по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукции, там как раз прописано о том, чтобы жизнь, здоровье населения было в приоритете над экономическими интересами предпринимателей. Ну, это естественно как бы противостояние, когда идут ограничения, кому-то это не всегда приятно. Ну, а предприниматели скажут, ну, от того, что какую зарплату мы получаем, зависит и жизнь, и здоровье, и состояние, скажем так, качество жизни членов наших семей. Дмитрий, это, наверное, все-таки не совсем бизнес торговать водкой, наверное. Это такое дело, не вызывающее уважения со стороны потребительского общества. Если ты проведешь услуги, продаешь хлеб, колбасу, молодец. Если продаешь водку, ну, извини, будем тебя обижать, будем тебя отодвигать, будем тебя сдвигать на окраину города. Давайте мы продолжим сразу после рекламной паузы, которая совершенно не кстати оказалась на ваших словах, Виктор Николаевич. Ну, любит меня реклама. После рекламы. И мы продолжаем программу «Один из нас», в которой мы тему задали «Трезвый Якутия, правда или вымысел», и пытаемся или опровергнуть, или доказать или иные постулаты, которые утверждаются в некоторых опусах наших коллег. Мы прерывали Виктора Николаевича на том, что торговля все-таки алкоголем – это недостойное уважение бизнеса, скажем так. Ну, человек, свое мнение, я бы так не утверждал. Нет, но имеет право торговать алкоголем, табаком, но они должны понимать, что они находятся в зоне риска. Правильно сказала Елена Карловна? В 2009 году принята государственная концепция борьбы с пьянством и алкоголизмом. И эти все шаги прописаны до 2021 года. Мы же говорили, что будет ограниченная доступность. Вы, ребята, документы-то читайте нормативно. Я бы как предприниматель еще в 2009 году почитал и посмотрел, какие перспективы меня ожидает. И закрыл бы ООО, да? Ну, посмотрел бы другую сферу деятельности, более благодарную, и занялся бы. И я понимал бы, что риски возрастают. Ребята, на самом деле риски возрастают дальше. Вопрос звучит так, что вот, ну ладно, в пятом созыве Государственного собрания Эльтумен мы надеемся больше не возвращаться к этому вопросу до 2018 года. Но следующий созыв приедет, я уверен, будет ставить вопрос о том, чтобы центр города освободить от алкоголя. Или выделять какие-то места за городом специально, где будет реализоваться алкогольная продукция. Готовьтесь и к этому. Как за границей. Да. Так что читайте государственные документы. Строите свой бизнес на дальних прогнозах. В публикации Виталия Обедина также говорилось о том, что идет крупнейший передел рынка по продаже алкоголя. Можем ли мы, вот как бизнесмен, да, просто вот как... Бывший. Только вчера сюда пришел. Человек, который руководит целым комитетом по экономической политике, скажем так, который непосредственно связан с делами бизнеса в том числе. Вы можете согласиться с этим утверждением, что идет какой-то передел рынка и так далее? Помните, корону суперигрока в свое время навешивали на вас. Потому что, когда все позакрываются, остальные... Я открою алкомаркет, да? Да. И Виктор Федоров откроет алкомаркет на 10-м километре по курско-траку. Нет, на самом деле произошел передел рынка. Так называемые мелкие предприниматели, которые в киоске, в маленьком магазине торговали пивом, водкой, они ушли. Сейчас требования 50 метров, алкомаркет, отдельное здание. Конечно, малому бизнесу это тяжело. Вы заметили сетевики? У нас, на самом деле, 3-4 основных игрока в городе Якутск, которые заняли алкогольный рынок и выдавили весь мелкий. Да, такое и есть. Но у нас это в торговле происходит не только на алкогольном рынке, но это и движется и в продовольственном рынке, и в ресторанном сети заходят. Это понятный тренд. Но на участника одного из наших прошедших публикаций, Матлаба Алиевича, также без его ведома, как и на вас, пытались тоже вот эту самую корону суперигрока взвалить. Да, мы читали. Молод, дескать, аффилирован с властными структурами и так далее, и так далее. Но это чужие. Вот, Алексей, публикацию целую делал по данному вопросу. Он же хотел, встречался и брал интервью, Матлаба, да? Да, 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 я общался. Здесь я бы хотел добавить о том, что мы сегодня как раз с Петром Черяевым, руководителем якутской киносети, вместе ездили в намцы. Он говорит, что каждый купленный билет в кино, это человек вместо того, чтобы выпить, идет в кино. И мы как раз с ним вспоминали времена, да, когда у людей просто не было денег на другие развлечения, кроме бутылки. И тогда, собственно, большая часть бизнеса строилась именно… Да и развлечений, честно говоря, тогда не было, наверное, если ты вспоминаешь 90-х. Нет, 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 не было невозможно, нет, у людей главное не было денег на то, чтобы что-то другое себе позволить. Поехать за границу отдыхать, там, я не знаю, купить что-то, какие-то там развлечения. Их даже не было в Якутске. И сейчас, конечно, эти бизнесмены перепрофилировались на более какие-то интересные виды бизнеса, и это нормально. Это просто даже от роста дохода граждан уже идет эта тенденция. Это не потому, что там власть этого только хочет. Я думаю, что от вашей поездки совместно с Петром Чиряевым в НАМЦ будет очень, скажем так, ряд публикаций. Я бы хотел обратиться к главам поселений, которые еще в 2012 году, скажем так, избрали для себя трезвый образ жизни, здоровый образ жизни, трезвый образ жизни. Можно апеллировать к опыту Джабыла, который с конца 70-х годов проводит аналогичную политику. Но по сравнению с теми поселениями, 12-ти, которые в последний момент буквально заявили о присоединении к трезвому образу жизни, вы и Албан, и руководитель поселения, которых же, да, намского, вы уже довольно почти 5 лет находитесь в сухой зоне, трезвой зоне. Вот каковы впечатления и каковы показатели? Вот Албан тот раз в радиоэфире говорил, что заболевание туберкулезом даже понизилось. Давайте за вами слово. Жители и администрация муниципального образования Барагонский наследие всегда поддерживала и поддерживает государственную политику Республики Саха-Якутия в сфере здорового образа жизни. Искренне желаю, чтобы молодые люди выросли не только достойными гражданами, а именно здоровой, образованной, имея твердую уверенность в будущем. Барагонском наследии в 2010 году пересуен статус опорного центра здорового образа жизни. Всеобщим голосованием в 2012 году на сходе граждан на территорию муниципального образования Барагонский наследие запрещена продажа алкогольной продукции. Кем присвоен статус и кем запрещено? Статус присвоен правительству Республики Саха-Якутия номером 132 в 2010 году. Алкогольная продажа запрещена всеобщим голосованием жителей на сходе граждан в 2012 году 12 декабря. И после момента, как показывает статистика, наблюдается положительный результат по работе опорного центра и по запрету алкогольной продажи. Если число общей заболеваемости населения с 2015 года снизилось на 40%, а число заболеваемости детей и подростков с 2015 года снизилось на 30%. А как это связано? Рождаемость. Если в 2011 году рождалось 4 детей, а в 2015 году уже 10, это показывает, что демографический рост тоже повышается. И смертность тоже снизилась. Естественно, рост там у вас повысился. И вот раньше, если алкогольная продукция наслега продавалась, и раньше родители детей в магазин на улицах не отпускали, а сейчас такого нету, сейчас уже все спокойно. Вот дети, детей спокойно родители отпускают в магазинах. Сейчас в нашем центре досуг, там уже дети играют в блярд, дети уже играют в блярд и ничего не боятся. И вот у нас наслеги сейчас проводятся безалкогольные свадьбы, безалкогольные юбилеи и другие вот торжества. В 1985 году я тоже помню андроповские, лягачевские, да, трезвые свадьбы, комсомольские там и так далее. Ну, я не знаю, потом все скатывалось обратно и начинали снова потреблять. Ну, не дай бог, конечно, тут для вашего наслега. Тут инициатива самих жителей. Я понимаю, я понимаю, что вообще у нас значение вот этой общественности, которая ставит вопросу подобного рода, оно должно усиливаться, да. Это не говорится там, что это и бутлегеров касается, да, которое вот в части публикации товарища Обедина тоже было. Вот то, что где силовики, скажем так, найдут энное количество сотрудников, которые за каждым бутлегером будут, ну, поймают человека в машине, как потом докажут, что он продает конкретно вот это спиртное, да. Они везет сам для своего потребления. Вот глава второго поселения Хатарык, село Хатарык, Намского, да, давайте вот ваш немножко опыт, ну, менее официальный такой. Да, мы вошли как опорный центр ЛОЖ в 2011 году распоряжением правительства за подписью Галины Никитина Данчиковой. Мы вошли и провели сразу опрос населения. Это анкетирование, там было указано три вопроса, всего лишь три вопроса. Первым вопросом, я полностью против продажи алкоголя. Вторым пунктом ограничивать, регулировать время продажи, то есть по выходным не продавать. И третий вопрос, я полностью против запрета продажи. И у меня вот больше 90% населения, жителей, были против продажи алкоголя. Даже выбивающие? Да, нет, ну, я вот там лично сам перечислял, читал, там я нашел, ну, пять человек были за то, что... Нет, 90% анонимные, точно. Опрос был анонимный или надо было назвать свое имя? Ну, опрос провели молодежи нашего села. То есть не все население? Полностью население, подворно. А, молодежи провели. Молодежи провели, да, тоже общественные организации молодежи, они провели подворно анкету. И мы выяснили, что там население против. Потом провели, опять же, сход населения. Население дало наказ депутатам наслеженного совета. И по прилегающим территориям мы запретили продажу социальных объектов метров 500, 500 в радиусе. И индивидуальный предприниматель вынужден был остановить продажу. А сколько их было, этих предпринимателей? Предприниматель был один, да. Ну, мы с ним более тоже, он предприниматель, тоже же человек. Мы с ним провели, тоже беседовали, да. И он понял, пошел нам навстречу. Потому что я рассказывал, как... Сейчас он не продает, а продает что-то другое, да? Ну... Или лопнул. Или переехал. Нет, он просто не закрыл магазин, да, а вот именно по продаже алкоголя он остановил. Точка была ликвидирована, а торговая точка была диверсифицирована. Ну, на языке, скажем, комитета товарища Виктора Михайловича... Ну, вообще, с намским улусом сейчас проблема. Почему? Большинство... Все на слега намского улуса стали безалкогольными. У нас осталось одно ядро, называется намц. Поступило нормативный документ с намцев. У них же две осталось, да, магазины. На одной стороне намцев, на второй. Предлагают... И сейчас, Дмитрий, у нас вырисовывается безалкогольный улус. Вопрос достаточно новый для нас. И все-таки мы в комитете рассматриваем технику. У нас есть комитет по местному улусу управления, которым руководит Местников Василий Александрович. Мы думаем ему это поручить, этот вопрос, поехать на места и все-таки посмотреть. Ну, если мы решим по намцам, весь улус станет безалкогольным. Это будет прецедент. А проблема-то в чем? Да, и проблема в том, что, ну, действительно, возможно, вспышка бутлегерства, возможно, вспышка незаконных точек реализации алкогольной продукции. И с населением, наверное, более подробно поработать. Вот уже у нас что получается. Да, да, да. Я вот хочу заметить, да. Вот запретить это не очень так сложно. Да, да. Надо с умом подходить к этому. На Северный Совет депутатов там внести решение, и можно внести запрет. Да. Вот. Самая настоящая работа начинается потом. Чем занять? Да. Чем занять? Ну, и люди же психологически не готовы же. Должна работать общественные организации очень хорошо. Люди, население должно понять о вреде алкоголизма, да? Только тогда можно вот уже... Не, ну это, наверное, должен быть комплексный план. Чем заполнить вакуум называется, да? Должны быть и спортивные секции, и какие-то... Академия, интересно, вот рассказывает, что у них, наоборот, начало развиваться все предпринимательство, и активность, и своя студия там, да? У нас вот после запрета, да, после запрета продажи алкогольной продукции ведется целенаправленная работа по формированию и стремлению к здоровому образу жизни. После запрета у нас увеличилось общественное объединение, да? У нас сейчас работает общественное объединение, 8 общественных объединений, таких как Совет отцов, Совет инвалидов, Совет механизаторов. У нас после запрета с 2012 года увеличивается число индивидуальных предпринимателей. С 2012 года у нас работает сэх по производству хлеба, с 2013 года у нас работает мини-фотостудия, с 2014 года у нас образовались индивидуальные предприниматели, которые занимаются сельским хозяйством, и с 2015 года еще у нас... Мы вернемся к опыту Тумула сразу после рекламной паузы, которая у меня в ухе уже. Реклама. И мы остановились на положительном опыте села Тумул, в котором, кстати, никто не умаляет положительного значения, крупнейшего значения общественности в деле борьбы с пьянством, с потреблением алкоголем и вытекающих организаций. Оттуда негативных последствий, скажем так, как рост преступности и так далее, и так далее. Еще раз говорю, если бы не в 2015 году не приплели бы, скажем, за повторное вождение в нетрезвом виде уголовную ответственность, ну цифры бы, как утверждает Юрий, были бы не то чтобы на спаде, но по крайней мере на, скажем, текущем уровне. То есть динамика была бы близка к негативной, да. Но у Тумульцев есть еще один замечательный опыт, кстати, который, я вот, не должно же быть все за, за, за мы, за образ жизни и так далее. Ну и просто объективно вспышка бутлегерства, это необратимое явление. Вот в целом Улусе ликвидируют, ну в ближайшей перспективе, скажем так. Осталось уговорить две точки, и намский Улус, поскольку не стал пилотным в деле Дальневосточного Гектара, может стать пилотным в деле внедрения полного сухого образа жизни, трезвого образа жизни. Можно добавить, да? Права человека, да, Гаагский трибунал, и так далее. В Намском районе один из самых низких уровней смертности по причине потребления алкоголя. Вообще вот данные по смертности, вот, вот, смотрите, вот эти вот. У меня здесь вот эта кривая, да, мы сделали прогноз до 2020 года, прогноз первичной заболеваемости алкоголизмом, она у нас идет на спад, что мы очень обрадовались этому, да, получив такие результаты. И еще обрадовались тому, что наши коллеги, профессора, уважаемые, вот из Сибири, да, и психического здоровья получили тоже то же самое. Вот такой тренд. Похожую прямую, да? Кривую, то есть. Да, рассчитали. И мы сейчас уверенно можем сказать, что... А почему эти данные не публикуете-то? Да, почему не публикуете-то, да? Потому что я пыталась разместить на сайте ЕКТРУ, меня не приняли. Почему? И вот у меня сегодня представилась возможность донести до населения, и эти данные будут размещены на сайте госалкоголька. Но сравните посещаемость ЕКТРУ и сравните сайт, вернее, посещаемость сайта госалкогольца. Не, ну хоть где-то будут объективные данные, потому что у нас вопрос. Хотя алкотерготцы могут смотреть. Да, алкотерготцы могут смотреть и коррелировать свои планы. Бизнес-планы, я бы сказал. Кстати, как с бутылегами начали болоться? У нас вот первое время после запрета алкогольной продажи были, мы это не скрываем. И сейчас тоже вот, ну конечно, есть, которые употребляют люди алкоголь, да? Есть, ну мало там уже, значительными. Это надо вот, как Пениган сказал, как мой коллега, да? Запретить это одно дело, а потом это надо поддерживать. Надо постоянно профилактические работы сделать, постоянно беседовать. А вот с как точками мы работали. Ну, мы конкретно никого не поймали, просто из граждан, вот нам жалобы приходят. Вот он примерно вот такой человек-то продает и алкоголь. Там участковый не поймал, никто не поймал. Мы просто с этих людей вот так вызываем и просто с ними вот так проводим. А сейчас в данное время в нашем наследии нету точек, нету букв лекарств. Я хотела бы действительно, эта проблема очень важная, серьезная. Контрафактная продажа. И, ну, сейчас в плане государственной политики вводится как раз с именем эгоиз, согласно которой каждый человек, покупающий бутылку алкогольную, он получает специальный чек, где должен быть обязательно QR-код. И согласно этому QR-коду он может через программу получить информацию. Но, кроме этого, как же бороться с контрафактами и нелегальной продажей? Бутлегеры, кстати, контрафактом не торгуют, проверен. Ну, не всегда. Они просто завышают, да, не официально. Здесь я хочу сказать, действительно, очень серьезные проблемы, потому что наше российское законодательство, вот как раз очень хорошо, что рядом с нами стоят представители нашего госсобрания, в кодексе об административной ответственности стоит ответственность за нелегальную продажу алкогольной продукции от полторы тысячи рублей. То есть мы можем представить, какие объемы, оборотов. Это цена задержания одного бутлеги. Да, при том, работая с коллегами полицейским, мы узнаем о том, что на это, на то, чтобы таких обезвредить, правонарушителей, конечно, очень много времени тратится, очень много трудовых ресурсов. Я в защиту полицейских скажу, что в крупных объемах, контрафакт, да, то есть нелегальные абсолютно, на основе метилового, может быть, спирта и так далее, они отлавливают очень хорошо. То есть их каналы работают в этом направлении очень хорошо. Просто я по-человечески тоже понимаю правоохранителей, да, которые, вот как в тот раз говорили, каждому бутлегеру не представишь сотрудника. Конечно. И потом докажи еще раз, я еще раз повторю. В машине человек находится, и там три бутылки, скажем так, водки, да. Докажи, что он не себе. Да, очень сложно доказать, во-первых. И каждый раз они ловят этих правонарушителей. Правонарушитель получает полторы тысячи штрафа, и, естественно, ему ничего дальше не пригодит работать в этом направлении. Поэтому вот мы сейчас управление, мы хотим разработать изменения в кодекс правонарушения по повеличению ответственности, именно конкретно за нелегальную продажу. Мы ждем таких предложений. Ну, полторы, будет три. Нет. Юрий, дайте данные, сколько народу в Якутске пользуются услугами бутлегера? Да. Ну, алкоголь приобретает с нарушением закона, да, 6% населения. 6? Да, 1% населения пользуются. Что это значит с нарушением закона проигрывательства? Нелегальное. Да, нелегальное, да, когда вот заказывают бутлегера, это 1%. То есть покупатель тоже нарушает закон, получается? Нет. Слушай, тут можно было как взяткодатель и взяткополучатель. Да, да. Хорошо, давайте дальше цифру. 1% только пользуются услугами бутлегера. 1%? Ага. Все остальные покупают в алкомаркете? 5% они договариваются с продавцами. А, в смысле магазинов? После, скажем так, сроков официальной продажи, да? Да. Виктор Николаевич, покажите, пожалуйста, просто, как отличить контрафакт. Да, вот я бы хотел проявить. Замечательная программа на вашем замечательном телефоне. Программу, называется Федеральная служба регулированного алкогольного рынка, выпустила программу для айфонов, для андроидов, которая позволяет, сканировая акцизную марку, определить контрафактная или контрафактная продукция, проверяет легальность продажи на основании чеков, которые выпечатываются, дает карту, где находятся официальные магазины. Ну, вот вы находитесь, где позицию определяет, и рядом показывают магазины. И здесь же вы можете сообщить о правонарушениях. Вот здесь торгуют нелегальным алкоголем. И отправят в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. Вообще, по-человечески, Виктор Николаевич, как вы считаете, обращаться в те или иные органы власти, скажем так, будь то правоохранительные органы или в административные какие-то органы, да, по жалобам, по факту нарушения правил торговли алкоголем, это уже не так зазорно, да? Грубо говоря, стучать уже не так зазорно. Ну, вы помните, у нас 22 сентября провелся форум предпринимателей, женщина приехала, фамилия ее, не буду называть, Чернышевского, она же прямо там поставила вопрос, что у нас торгуют нелегальным алкоголем, у нас не нарушается правило. Мы направили запрос в госалкогольный отзор, они отправили туда полномоченную комиссию, факты не подтвердились. Нормальная работа? Не подтвердились же? На самом деле, да, там, при том, по ее заявлениям Гуляева постоянно проводятся проверки, и сама лично мы туда ездили, проверяли. Да, специальная была командировка, кроме того, администрация Миринского луса тоже проверяет. Постоянно, да. Народный депутат Николаев, депутат от Миринского луса, бывший директор Вилюйской ГРЭС, знает это Чернышевский, как от я до а, да, и он не подтвердил эту информацию. Ну, право человека, и он не обязан вообще сообщать о таких безобразиях. Нет, я к тому, что, просто я, конечно, не к тому примеру, может быть, обращаюсь, но в Штатах, допустим, стучать на то, что ты ездишь не пристегнутый, допустим, это очень распространенное явление. В Европе нет такого. Да, не стучат, да? В Штатах стучат. Страна стукачей, чего вы хотели? Мне кажется, повторяется ситуация, при этом, азартных игр. Тоже в начале, когда этот запрет начали вводить, там, в некоторых СМИ писали, что это, там, давление на бизнес, там, потери налогов. На самом деле, это, конечно, вот бизнесмен, который этим занимался, он теряет, но если папа проигрывает все деньги в карты, а потом залезают в долги, начинает пить, там, еще там, украдет, еще что-то с человеком. Детей кормить нечем. Да, в конечном счете для экономики в целом региона и страны это будет больше ущерб, и в том числе для бизнесменов, потому что нам-то нужно, чтобы покупатель был платежеспособный, а не нищий, пьяный, проигравший все деньги в карты. Вот, поэтому запрет азартных игр, он экономически, все равно выгоден предпринимать. И также вот сейчас, мне кажется, с алкоголем такая же история. То есть, многие люди сейчас там пишут, возмущаются, но на самом деле глобально все-все выиграют, в том числе предприниматели от этого. Димитрий, можно дополню, да? Ну вот как раз проходило на прошлой неделе заседание комитета, опять подняли вопрос, ну вот 10 улусов мы, на сегодняшний день 62 населенных пункта, 62 приняли за ограничение, 10 документов находятся у нас на рассмотрение на 25 октября, 3 поступили на рассмотрение на один документ на ложном ветре, вы помните, да, поддельные подписи. Кто этим грешит-то? Ну, был такой случай, и глава наложил ветто на этот документ. Я немножко не закончил, но вот я думаю, что если мы сыграем в карты там на 10 рублей, это не убийственное преступление, если вот в таком этом, то есть, ну, на это надо массовое, вот это, помните, как стояли игровые автоматы, весь проспект Ленина был в игровых залах, вот это же удалось ликвидировать. Так же и с алкоголем было на каждом углу, на каждом углу. Спортивное мероприятие, лечение, все это в комплексе должно быть. Эта программа пока у нас не сформирована, ее надо делать. Я хочу немножко как бы возразить, потому что... У нас буквально уже совсем немного времени остается, если это одна фраза, то можно. Ну, прежде всего, я хотел бы всех поблагодарить, но получилось так сегодня, что мы в одни ворота отыграли. Да, Николай, согласись? Да я поругаю правительство. Да не надо ругать правительство. Да, я хочу, потому что не доносят до людей результаты антиалкогольной программы. Вот так вот так, да? Вот это все надо публиковать везде, во всех СМИ, показывать, что результаты есть конкретные, это спасенные жизни людей. Но самое главное, что там политика направлена на молодежь, на подростков. У нас по данным социологическим исследованием молодежь стала в 10 раз меньше употреблять алкоголь. То есть, если мы сравним ту статистику, которая была в 2010-2015, за 5 лет, да, согласно социологическим исследованиям, которые как раз Юрий Накиньевич провел, в 10 раз уменьшилось количество. Ну, я отдельно благодарен Юрию Живусову, моему фейсбук-френду, который сегодня пришел и просто развенчал вот эти постулаты Виталия Обедина, которые он в своей публикации допустил, сказав, что проводимая антиалкогольная политика, она неэффективна и вызывает рост пьяной преступности, скажем так, да? Спасибо, это была программа «Один из нас». Мы рассматривали один из тех аспектов, которые, ну, волнует, наверное, каждого из нас. Торговля алкоголем. Правила, правда и вымысел. Спасибо. Увидимся ровно через неделю.